Единый рынок электроэнергии стран ЕАЭС имеет много перспектив, но его создание процесс непростой. Такое мнение было высказано руководителями энергетических отраслей стран-участниц объединения на проходившем в Бишкеке первом евразийском форуме. По общему мнению энергетиков, главное определить союзные приоритеты. Интересы союзные, приоритеты государственные. Это противоречие нужно привести к общему знаменателю, считают энергетики стран-участниц ЕАЭС. Каждая из республик объединения имеет собственные энергетические системы со своими генерирующими мощностями, типами выработки электроэнергии, так и проводящими системами и тарифами. В случае создания общего энергорынка это будет наднациональная площадка, где будут преобладать совместные интересы с учетом возможностей каждого из государств ЕАЭС. А таких ресурсов предостаточно, считают энергетики. Наш бизнес мог бы построить генерацию в Казахстане и торговать этой электроэнергией в соседнюю Россию, где цены чуть выше уровня цены. Кыргызстан мог бы строить проекты, реализовывая гидроэнергетики. Мы могли бы не только покупать электроэнергию или обеспечивать дефицит на южные регионы, но услуги регулировки дефицитные, которые не хватает, которые в общем-то только будет расти этот объем дефицита в связи с внедрением возобновляемых источников энергии. На данном этапе энергетические ведомства стран-участниц согласовывают правовые нормы, по которым будет работать единый энергетический рынок. Сложность в том, что перетоки электричества не всегда подаются точному измерению. В случае возникновения недостатка или наоборот переизбытка, необходимы не только технические возможности избежать перегрузок, но и договоренности, как эти отклонения считать. К слову, чтобы реализовать эти рыночные механизмы, уже выбраны три торговые площадки. В России и Беларуси это товарно-сырьевые биржи, в Казахстане оператор рынка электрической энергии и мощности Карем. Это возможность для всех субъектов хозяйствования стран-участников Евразийского экономического союза свободного, недискриминационного доступа на энергетические рынки, возможность работы на них в равных условиях, а это, соответственно, повышение и конкурентоспособности организации реального сектора экономики, и это повышение эффективности вообще функционирования экономик всех стран Евразийского экономического союза. Единый рынок электроэнергии и АЭС должен полностью заработать в 2025 году. Как было отмечено на первом Евразийском форуме, правила функционирования новой индустриальной структуры находятся в высокой степени готовности. И все, что осталось сделать, это урегулировать оставшиеся разногласия, как в техническом, так и в финансовом плане, когда речь заходит о расчетах при торговле электроэнергией. Конечная цель единого энергетического рынка АЭС – бесперебойность поставок электричества промышленному и рядовому потребителю. Бакет Чермашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан.